добрый день дорогие друзья мы продолжаем нашу недельную главу биалатха и сегодня у нас тема облака славы что нам известно о них известно что когда мы вышли из египта пришли из армзеса в суккот то всевышний суккоте подарил нам облака славы которые нас везде защищали мы шли в пустыне и облака славы нам были защитой защищали нас от врагов и от жары мы знаем что мы 40 лет жили в пустыне где выжить вообще невозможно где змеи ядовитой и скорпионы и жажда нет воды в общем все это сделал всевышний для нас мы даже боялись выходить из египта как это можно выйти в пустыню но кто вышел получил награду вот эти облака славы когда мы были уже возле берега моря и боялись идти то написано что всевышний поставил столб облачный впереди нас а столб огненный позади нас и не давал египтянам подойти к нам разделил нас египтянами после этого мы жили в пустыне и ходили по приказу всевышнего глядя на эти облака когда облака поднимается поднимается станы но интересно что маши говорил облакам когда эти облака поднималась и маши говорил когда отправляться в путь он подготавливал народ и народ шел бывало что переход состоял собрал всего лишь на один день один день побыли на стоянке и пошли дальше было на несколько дней было месяц стоянки были были даже год наши мудрецы говорят что на стоянке кадеш пустыне цена на же кадеш мы прожили 19 лет потому что написано в торе что прожили мы в кадаше столько сколько на остальных стоянках вместе взятых вот за 38 лет первый год были стоянки у нас до горы синай потом мы получили тору и вот последние у нас тоже были стоянки после этого кадеша где он прожил 19 лет в общем при этом по счете сейчас точно мы не будем считать в общем 19 лет мы жили в кадеш вот так вот такое чудо для нас сотворил всевышний и мы знаю что в пустыне нас и выше так охранял с помощью этой прекрасной погоды потому что был у нас специальный ветер северный кондиционер дул с арктики или с антарктиды и одежда наша не изнашивалась обувь наша не изнашивалась и не на было новую одежду покупать потому что всевышний с помощью небесной росы и нам стирал и она росла как панцирь улитки растет улитка растет ее панцирь так и человек был в пустыне ни в чем не нуждаясь такие эти были облака славы уникальные потом написано что всевышний сказал маше что выкуй себе две серебряные трубы из одного слитка то есть как все вышло крышу ковчегу выковать из одного слитка также выковать нужно было трубы из одного слитка серебра то есть это тоже невероятно сложная работа и маша получил эти трубы выковал их как это чудом было сделано не знак это удалось ну то что эти трубы были только для машин никто другой после него него не гоша никто уже пользоваться две трубы либо не мог коины трубили только во время машин потому что святость такая была только у машин и когда нужно было выходить в путь допустим трубили одним трубным звуком первым отправлялся стан и воды этой иуда и сахар зулун восточный стан когда повторным звуком трубили два звучания то выходили станы которые стоят на юге это риувен гад и шимон вот такие станы выходили не пишется что юж этот в западный стан и фреймин аше и беньямин выходили по трем сигналам как допустим до ашера авторе северный стан выходил но наши мудрецы так предполагает что так и было вот так первый движется стан иуда и сахар зулун а за ним выходят левиты гершона имрари они несут шатер и когда стан останавливается то левиты гершона имрари строят шатер а после того как идет стан риувен гад и шимон тогда приходят же левиты кегата и несут священные предметы и ставят их храм но ковчег идет впереди всех станов на три дня пути в пустыню написано что он вращает нам дорогу убивает змеев скорпиона врагов наших убивает почему него очень особая функция он носит своих носильщиков по пустыне и когда мы останавливаемся до ковчег уже прилетает и заходит святая святый храм вот так вот то есть все было тут продумано что у нас еще об этом есть облака славы можем вот это обсудили в принципе на сегодня народа и все урок был дан за весь наш список который мы говорим за поднятие души всех за всем за здоровье всем всего самого лучшего мы желаем и до следующих встреч надеюсь стоится завтра в 15 часов шалом ломб ломб